What's time is it now? It's Lexus time! В то место, куда невозможно подобраться, чтобы зачистить ржавчину без демонтажа лобового стекла. Смотрите, вот в этом месте, видите, как мы его локо зачистили? Вот видите, где мы зачищаем? Сюда невозможно подобраться, не демонтируя лобовое стекло. Это можно сделать визуально без демонтажа. То есть, вверху мы зачищаем и красим. Вы ничего не видите, все у нас красиво. Вы уже видите на красиво выкрашенном автомобиле, визуально все очень круто. Но, к сожалению, через несколько лет ржавчина идет дальше, она идет по стеклу, образуются дырки, ну, за года образуются дырки, и в дождь или в зиму, особенно после того, как вы катаетесь по зиме и ставите машину в теплый паркинг, начинает просачиваться вода в салон. С этим сталкивались многие, и выход здесь один. Уже происходит срез лобового стекла, мы завариваем крышу, и все по новой. Хотя это можно было сделать вот ровно на этом этапе, как сейчас сделаем мы, чтобы избежать в дальнейшем таких проблем. И на это мы, ребята, даем гарантию. Вот на что мы даем гарантию, когда вы обращаетесь к нам. Потому что мы знаем, что мы делаем, и обладаем опытом десятилетия обслуживания автомобилей. Приезжайте в кузов-порт. Давайте расскажем сейчас про этот прекрасный Е350, очень ухоженный автомобиль. Сразу видно, хозяин смотрит за машиной. Нам очень приятно работать с такими машинами, с такими клиентами. Все супер. Тут очень интересная работа. Мы меняем крышу, как я уже говорил в предыдущих сториз. Сейчас крышу новую мы уже подготовили, уже сверлили у нее верхнюю скорлупу. И сейчас мы проделали то же самое с этой крышей. Видите, все сделали по заводским точкам. Сейчас мы делаем прорезы внутри. То есть мы ее спиливаем. Отсоединим верхнюю часть, заменим. И дальше будем привариваться по заводским точкам. Все это зачистим и окрасим. Следов ремонта, ребята, видно не будет. Вот что такое ремонт, как на заводе. То есть не будет видно следов ремонта и вообще замена крыши. То есть, ну, только очень-очень нужно будет сильно постараться, чтобы это определить. Именно поэтому мы рекомендуем менять крышу, а не ремонтировать ее, когда есть большие вмятины. Потому что крыша имеет большую плоскость. И чтобы отремонтировать крышу и правильную вывести, приходится все-таки, ну, класть какое-то количество шпаклевки. А это будет показано потом на толщиномере, когда вы будете машину продавать. А намного проще и эффективнее, и качественнее крышу заменить. Это абсолютно простая процедура. Требует времени, определенных навыков. Но это правильно, чем ее ремонтировать. Потом это все будет трескаться. И при продаже автомобиля будет большой вопрос. А что у вас было с крышей? Почему она в такой толщине шпаклевки?